Ливан пусть пока подождет меня немножко. Денис выиграет у Ливана. Когда с ним встретиться? Если я пройду госпитальния легко, тогда могу на Ливана спокойно готовиться. В этот раз сибирским тяжеловесом было легко. Ну, возможно, это последний раз, когда им было легко, кто знает. Я кайфанул. Я считаю, что это по-настоящему самый крутой фестиваль в Европе. Что круче сейчас, ну не круче, нет, не круче, масштабнее. Масштабнее. Только американский Арнольд. И то потому, что там есть Арнольд. Ну, это красиво. То есть выходит, дают против Голиафа, разница в весе почти 30 килограммов. Ну, его нужно показывать в кинотеатрах. Спонсор выпуска – компания Селоруков. Продукции, которой уже давно пользуются известные спортсмены. Резиновые петли, тренажеры для предплечий, ручки для армрестлинга на любой вкус, ручки на лямках, ручка с двумя насадками цилиндр и конус, блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. У ребят есть сайт и группа ВКонтакте. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Сегодня мы расскажем вам, как проходили поединки турнира АМС в тяжелой категории в Красноярске. Расскажем про самые из неожиданных и сумасшедших схваток прошедшего турнира. Спросим у Дмитрия Силаева с кем бы он мог побороться на турнире Восток против Запада. Поинтересуемся у Василия Кузнецова о том, готов ли Денис бороться с Ливаном. И расскажем про один из самых масштабных фестивалей Европы. Siberian Power Show. И скажу так, что я кайфанул. То есть я считаю, что это по-настоящему самый крутой фестиваль в Европе. Что круче сейчас, ну не круче, нет, не круче, масштабнее. Только американский Арнольд. И то потому, что там есть Арнольд. Ну, фигура Арнольда. То, что было, это было круто. Я офигел от того, что было на площадке Кроссфита. Я не представлял, что может быть таким крутым Кроссфит. Парни, которые выступали, девчонки, это вообще кони. Это просто монстры какие-то. Мне понравилась очень площадка Кроссфита. Мне понравилась сцена армрестлинга. Мне понравилось оформление сцены армрестлинга. Эти два экрана, куда выводили, ну, участки. Блин, ну это было, ну, то есть мне не придраться. То есть по большому счету, когда я прихожу на павильоны СПС, у меня есть ощущение, особенно в этом году, что я побывал в Голливуде, где было вот этих там пять съемочных площадок. Шикарный свет, шикарное оформление, шикарные экраны. Это круто, это круто. И что мне очень нравится, что это не в Москве, не в Питере, а в Красноярске. Особенно раньше было такое, ну, нормальное шоу можно только в Москве сделать. Нет. Хорошее шоу можно сделать в любом городе России. Было бы желание у людей. И вот мы сейчас смотрим, что вот, ну, вот, пожалуйста, ребята. И все едут в Красноярск. Я прилетел на самолете, я, как бы, когда ждал багаж, я понимаю, что весь самолет это качки. Весь самолет. Это один из, там, десяти, там, двадцати самолетов, которые сюда прилетели и привезли полный салон качков. Я уезжаю в хорошем настроении. И вот сейчас, как бы, перед тем, как вы с тобой встретились на интервью, я занимался прессой. И я понимаю, что, то есть, мы, я скинул пресс-релиз на телекомпанию «Мир». Она будет делать сюжет «РЕН-ТВ» и «ТАРТАС». И, блин, работа большая, и я думаю, что следующий турнир еще круче будет. Ты тренируешься в поте лица. Отдаешь на тренировках всего себя, а результата нет. Заходи по ссылке в описании к этому видео и заказывай тренажеры, которые приведут тебя к заветной цели. Производитель спортивных тренажеров «Магнетика» это широкий перечень силовых тренажеров для оснащения спортивных залов по направлению фитнес, пауэрлифтинг, кроссфит, армрестлинг, реабилитационная гимнастика. Доставка тренажеров в любой регион России. Наши партнеры работают с транспортной компанией. По договору отгрузка осуществляется в любой день. Стоимость доставки не входит в стоимость тренажера. Доставка оплачивается покупателям при получении товара. Все контакты на наших партнеров мы оставляем в описании к видео. Мне показалось, что нашим богатырям было уж очень легко в этот раз на турнире АИМСИ. И мы не увидели на что действительно способны эти ребята. Поэтому я решил напрямую задать вопрос Дмитрию Силаеву о том, в какой форме он сейчас находится. Я считаю, что я могу бороться с любым, кроме Ливана сейчас. Я бы тогда хотел бы всех побороться с Чаффи и Гаспарини. Если я пройду Гаспарини легко, тогда могу на Ливан спокойно готовиться. Ливан пусть пока подождет меня немножко. Ну, на самом деле, в этот раз категория 75 килограмм была не такой конкурентной, как могла бы быть. И категория плюс 95 не была такой конкурентной, как могла бы быть. Да, да, не хватало и Заура, не хватало и Фарида в хорошей форме. То есть там могли приехать еще ребята. Ну, в этот раз так. В этот раз сибирским тяжеловесом было легко. Ну, возможно, это последний раз, когда им было легко. Кто знает. Как вы думаете, друзья, действительно ли Алан Золовев сильнее Сергея Богослова? Или Сергей задержался в категории и не мог дать достойный бой Алану? Напишите в комментариях. А пока мы зададим этот вопрос Василию Кузнецову. Ну, это красиво. Да, то есть выходит Давид против Голиафа, да, разница в весе почти 30 килограммов. Ну, его нужно показывать в кинотеатрах. Ну, и, конечно же, мы все понимаем, что, да, Богословов прошел мясорубку 95-й категории, Алану было просто в его категории. И, конечно же, ну, по большому счету, хочется армфайт. Вот теперь хочется армфайт, чтобы посмотреть в реальной, вот, ну, свежий Богословов, свежий Алан, как это закончится. Но в любом случае Алан молодец. То есть у Алана был шанс, и он его не упустил. И Алан показал, возможно, у него не получится это сделать со свежим Сергеем, да, но он показал, в каком направлении нужно бороться и как нужно бороться с Сергеем Богослововым. Будем ждать армфайта, я думаю, что армфайт состоится. Мне бы хотелось увидеть на этом турнире Дениса. Вот интересно, смог бы он сейчас в той форме, которая у него на сегодняшний день победить Ливана. Скажу про Дениса Цыпленкова. Я разговаривал с Заором Пойзулаевым. И Заор Пойзулаев, это не мои слова, это слова человека, который спарринговал с Денисом. И Заор сказал, что он готов поставить деньги на то, что Денис выиграет у Ливана Сагидашвили. Он сказал, что, говорит, вы недооцениваете мощь Дениса. На данный момент, блин. Ну, он сказал, ну, конечно, Заор не стоял с Ливаном. То есть, ну, на сегодняшний момент сказал, что, ну, то есть, не знаю, там, на себя данный момент, на данный момент сказал, что Денис выиграет у Ливана. Когда с ним встретиться. Потому что он ощутил мощь Дениса. Он говорит, что я с Денисом, то есть, мне Дениса, если Денис меня остановил, мне Дениса не пройти. Друзья, уже в мае я планирую провести турнир по армрестлингу, где будут армфайты с участием спортсменов-инвалидов. Таких турниров не так много, поэтому обращаюсь к вам с просьбой помочь мне финансово, той суммой которой вы сможете, чтобы провести турнир достойно. Благодарю всех, кто уже откликнулся на мою просьбу, поддержать проведение турнира. Мой канал и меня как автора. Можно по номеру телефона, который привязан к карте. 8, 920, 177, 55, 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. На этом все, друзья. Но надолго я с вами не прощаюсь. Уже совсем скоро новый выпуск о соревнованиях по строгому подъему на бицепс Сайбериан Пауэр Шоу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился ролик. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничках в соцсетях. Для вас работал. Чемпион мира по пара, армрестлингу Зинатулин Руслан. 95 килограмм.